Скажите, что вы видите, какую ситуацию, какую вообще конфигурацию вы сегодня видите на разных направлениях фронта? Скажем так, в последнее время мы наблюдали недооценку противника, связанную... Оценка противника, она исходит из двух – возможностей и намерений. Недооценку противника, связанную с его намерением. Мы действовали из рациональных убеждений, из понимания того, что кадровая армия у Путина давно закончилась, что он занимается сейчас военным строительством в пожарном режиме. Военностроительство – это такой термин, да, это не строительство сооружений, это создание вооруженных сил, собственных, подготовка, формирование. Сейчас надо понимать, он перешел границы рационального. В принципе, вступив в затяжную войну на территорию Украины, он перешел границы рационального. Понятно, что у него была неверная оценка обстановки от таких, как Медведчук и тому подобные персонажи, которые уверяли его, что здесь встретят с пирогами и грибами, и что будет Киев за три дня. Но он не знал, что грибы будут отравлены. Да, да. Ну, он привык сам всех травить, вы знаете, а тут получил, скажем так, симметричный ответ. И в связи с этим мы должны понимать, что Путин ведет иррациональную войну, оценивать это надо соответствующим образом. И критерии начала войны, критерии ее продолжения, они уже скорее не лежат в сфере рационального, а лежат в сфере идеологии, политики, каких-то мифов и всего того, во что он верит. Да, мы же прекрасно понимаем, каково путинское окружение, какова причина его, вот этой вот паранойи современной, его расстройств психических, которые привели к началу войны. Он 25 лет просто воровал, да, но он окружил себя такими бездариями. Путин это фактически троечник, который вокруг себя собрал двоечников. Всех более-менее достойных людей, тех, кто был выше его на голову ментально, он просто устранил. Тем или иным способом. Соответственно, его комариля, которая его окружает, она, вы знаете, что там не только бизнес, да, там не только его друзья детства, там такие одиозные деятели, как Дугин, например, или Проханов, которые нашли в нем отзыв на свои идеи сумасшедшие, так называемого русского мира, да. И все это привело к тому, что он решил восстановить СССР 2.0. Вот. И в этой войне сейчас он пытается путем изматывания, путем войны на истощение добиться победы, да. Он видит какие-то сигналы на Западе, что Запад устает от войны. Он пытается этим воспользоваться. Надо понимать объективно, что военная машина путинская, она тоже не бесконечна, ее ресурсы не бесконечны. Есть компоненты этой военной машины, которые очень сложно производить или восстанавливать, да. Например, дроны и ракеты можно делать буквально на коленке. Там уже чуть ли не в каждой хлебопекарне бывшие, да, они мастырят их и отправляют на фронт. И ракеты тоже можно так делать, да? Да, да, да. Но то, что касается тяжелого машиностроения, например, производства артиллерии или танков, то же самое производство самолетов нарастить он не может. Не может нарастить. И сейчас российская армия, она воюет как бы в долг. Ну, чтобы не быть голословными, давайте поговорим о цифрах. Можно, кстати, в историю назад вернуться, в период Второй мировой войны, да, как советская армия воевала. В то время как гитлеровская Германия производила 600 танков в месяц, почерпну, в месяц, Советский Союз производил 2000 танков. Две. Представляете? Естественно, что мясом и железом Советский Союз таранил фронт, добивался поставленной задачи, цена его не интересовала. Так вот, у Путина на момент, до начала полномасштабной военной операции, у него в год производилось порядка 30-35 танков на Уралвагонзаводе. В год, ни в месяц, ни в день. Мы все прекрасно знаем, сколько техники он теряет ежедневно. Естественно, с БХВТ, базы хранения вооружения техники, он поднимает старый хлам, модернизирует, доводит до ума, но опять-таки не на все находится достойный комплектующий раз. Во-вторых, это тоже определенная логистическая нагрузка. Если с 36 танков они подняли в три смены и без выходных производства до 200-250 в год, то с БХВТ они поднимают гораздо больше. То есть они порядка там, грубо говоря, 70-100 машин могут ставить в строй. Все равно это еле покрывает потери. И запас этой техники, ну это полтора-два года при текущем режиме боевых действий. А надо понимать, что, например, те же самые дроны или шахеды, или тем более крылатые ракеты или баллистика, они не компенсируют недостаток артиллерии или бронетехники. Это надо понимать. То есть мы сейчас войну ведем на истощение. Понятно, что противник будет стараться таранить, смять нашу оборону, вымотать и развить какие-то тактические успехи в оперативные. Чтобы вы понимали, с момента начала полномасштабки, только в начале вторжения Путину удалось оперировать своими войсками в классической глубокой операции. То есть это темпы наступления были где-то и 50, и 100, и 150 километров в сутки. Помню, как трагически развивались события в районе Чангара, когда удалось им очень быстро прорваться, окружить Мариуполь. Но то, что мы видим, начиная с весны 2022 года, это просто продавливание тупой, это наступление, как, простите, у американских войск на Окинаве, где они наступали с темпами по 50-100 метров в сутки. Если мы посмотрим на темпы наступления противника в прошлом году, сейчас мы видим, что он именно такими темпами наступает. Где-то он продвинулся на километр, где-то на два, произошла пауза и так далее, и так далее. То есть здесь у него пока нет возможности выйти на оперативный простор. Классика военных действий подразумевает, что любое наступление в Европе, на европейском ТВД, начинается не раньше 15 мая. Ну, это по законам природы так, понимаете? Пока просохнет земля нормально. В прошлом году, насколько я помню, наши удары по противнику, они начались только в начале июня. В начале июня, да. Да, почва не позволяла, банально, почва не позволяла двигаться. И все это было еще при относительно сухой погоде, понимаете? При относительно сухой погоде. Понятно, что будет противник накапливать резервы. Сейчас, когда маргиналы утилизированы и фанаты русского мира, мы видим, да, вы помните наш недавний стрим по трагическим событиям в Крокусе. Хочу выразить соболезнования всем тем, кто пострадал, и родственникам погибшим. Это мирные люди. Даже если они поддерживают войну, это все равно трагедия. И помните, мы обсуждали разные версии, да, но основные у нас были, что оттуда торчат уши ФСБ. Собственно говоря, фактология в последующие несколько дней это и подтвердила. На коленке сделан интеракт с дешевыми участниками, одноразовыми привлеченными. Люди в синем, которые почему-то потом были замечены на белорусской границе, отрезая уши подозреваемым. Ну, как-то все очень наглядно. Поэтому они сейчас для, скажем так, для плезиру немножко покричали про украинский след, но замолкли. Хочу сказать, что вполне возможно, это только первый теракт в серии, из, возможно, еще двух, трех, нескольких терактов, по аналогии с терактами на Каширском шоссе. Сейчас они, естественно, их будут готовить лучше. Украинский след будет более четкий. Там одними визитками Яроши не обойдутся, я думаю. И будут накачивать общество, будет идти истерия, чтобы, ну, скажем так, недальновидные сторонники просмотра передач Соловьева и Скобейева все-таки рванули в военкомат. В любом случае, я думаю, что масштаб мобилизации, который у них будет, это будут не только вот эти вот добровольцы, это будут и срочники, которых будут на контракт просто вынуждать подписывать контракт. На практике процентов 30-40 срочников его подписывают. Там целый ряд очень простых технологий, начиная с того, что их можно на пару-тройку дней запереть в подвал без еды и воды и подпишут все как миленький и поедут. Вот. Но озвученные шайку цифры в две армии, 14 дивизий и 16 бригад, это даже не считая того, что постоянно съедает фронт, ну, это 200-300 тысяч человек, конечно, это очень такая внушаемая цифра. Кстати, некто Лапин, которого сначала задвинули, переведя в руководство сухопутными войсками, теперь, насколько известно, может возглавить Ленинградский военный округ, да, вот этот вот, уж не помню. Новый. Да, новый, да. Это, возможно, потенциальная угроза для стран Балтии. Вот. Ну, Путин идет по традиционному своему пути. Создав кризис, он пытается решить его через еще больше кризис. Вообще, путинская система, она устроена так, что чем на больших оборотах она работает, тем она быстрее себя разваливает, как любой поломанный механизм. Вы знаете, Максимилиан, вот я сейчас стану на место Путина, не дай бог, конечно, но тем не менее, народу у меня до хрена. И мне есть откуда брать бойцов. Из тюрем. Из новообразованных граждан, то есть таджики, узбеки, кыргызы и так далее. Вы захотели стать гражданами Великой России? Ну, так давайте в бой, покажите, на что вы способны. Дальше. Вагнеровцы тоже еще остались какие-то, да? Ну и дальше я буду покупать за эти доллары астрономические для этих людей, жителей деревень забитых, горных районов и так далее. Что я не наскребу миллион-два таким образом, скажите? Вполне возможно, что и наскребет. Для него более, скажем так, опасна мобилизация тех, кто не является сторонником войны. История показывает, что такие люди разлагают армию. А получив боевую подготовку и не приветствуя цели войны, могут быть и бунты по образцу 1917 года, саботаж военный, вот, вплоть до каких-то мятежей. Но я хочу еще что отметить. Самое страшное в путинской системе мобилизации, это то, что путинская АРФ, она действует классически как Орда. Именно как Орда. Если исторически мы сейчас являемся фактически продолжателем Киевской Руси, то Путин исторически это Орда. Орда всегда гнала перед собой покоренных. Это был ее основной принцип. Я более того, недавний исторический пример приведу. Когда РКК выходила и занимала левый берег Днепра, и готовилось форсирование Днепра, украинских мужчин забирали из деревень, ближайших из городов, без всякой предварительной подготовки, давали трехлинейку, 30 патронов, и в бой. Их трупы тысячами потом плавали, вот, прям в пиджаках по Днепру, потому что они были для Сталина расходный материал просто. Точно так же в Польше уже в конце войны, когда, скажем так, живой силы, Сталин подрастерял живую силу, он и поляков мобилизовал точно так же. Он собрал там целых две армии польских и гнал их вперед. То есть это принцип Орды, поэтому Европа, Европа, это мягкотелая, размягшая Европа, которая переживает, что у них круассаны там подорожали, условно говоря, на пять центов, или утренняя газета, она должна понимать, если дать захватить Украину, то в Европу пойдут уже принудительно мобилизованные украинцы, а потом дальше принудительно мобилизованные поляки пойдут на Францию и так далее, и так далее, и так далее. Это принцип Орды всегда. Вы сейчас очень интересную вещь, кстати, сказали. Смотрите, Путин оккупировал 18% территории Украины. То есть давайте возьмем сейчас даже часть Запорожской области и Херсонской, он же оттуда тоже набирает мужчин и тоже отправляет их под загранотрядами на фронт, воевать с украинцами. И вот посмотрите, что происходит с ДНР и ЛНР, которые так ждали русского мира. Они же там внутри себя уже называют женскими народными республиками. Всех мужиков забирают просто и кидают на фронт. То, что Путину они не нужны, ему вообще никто не нужен, ему плевать на все. У него вот эти бредовые идеи и желание не отступать, не сдаваться и добить так ему ненавистных западов. Поразительная, конечно, вообще история. Смотрите, Россия необустроенная, терпящая бедствие, наводнение, Орск, он уходит под воду, кошмар ЖКХ. Да совсем за что ни возьмись, я не беру Москву, я беру остальную Россию. Вместо того, чтобы обустроить свое, он идет сюда. Фантастика. Тут есть логическое объяснение, Дмитрий. Смотрите, человек, который... Процветающий человек, да, человек, который не зависит от государства. Он может себе гораздо больше позволить и в политическом плане. Он может побороться за свои права, он может банально уволиться с работы и полгода не работать, потому что у него есть деньги. А рабы, которые работают за чечевичную похлебку, они как раз таки зависимы. Кто у Путина основной электорат, который принудительно опять-таки сгоняет? Бюджетники. Бюджетники. Потому что пусть немного, но они получают, у них есть некая стабильность. Выпадать из этой стабильности они не хотят. Да и позволяют себя гонять на разные выборы, имитировать явку и голоса. Тут то же самое, но заставь ты человека, который получает там 200-300 тысяч на достойной работе, все бросать и ехать в соседнюю страну убивать там людей. Но ему это не надо. А как раз таки посмотрите даже где воинские части располагаются. Сколько воинских частей именно в депрессивных регионах. И это основной источник дохода, да. А сначала полной масштабки, это еще и возможность подзаработать для тех, кто живет без чести, без совести.